В коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 помимо Украины вошли Дания, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Канада. Обучение украинских пилотов начнется в ближайшее время согласно договоренностям Украины и Нидерландов во время саммита НАТО в Вильнюсе. На август договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины. Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии. Спасибо за поддержку на пути в НАТО, как относительно приглашения, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности, на двусторонней основе. Спасибо, Нидерланды. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. По информации министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, передача Украине истребителей F-16 включает в том числе и сложные технические моменты. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком. F-16 стоит на вооружении многих стран. В 2023 году по всему миру насчитывается около 2200 активных истребителей данного типа. Самый большой парк у Соединенных Штатов, но они пока не говорили о передаче своих самолетов Украине. Страна, вероятнее всего, получит F-16 от европейских государств, у которых они есть на вооружении. По словам международных военных экспертов, речь, скорее всего, идет о Норвегии, Нидерландах, Бельгии и Дании. Президент Байден принял решение несколько недель назад, работая в тесных консультациях с союзниками, о начале обучения украинских пилотов на этих самолетах. Эта подготовка займет некоторое время, а затем состоится передача F-16, вероятно, из европейских стран. Для того, чтобы лучше усвоить технические характеристики, украинские пилоты до начала обучения, говорят эксперты, активно подтягивают английский язык. Но сейчас наши военные, уверенно, не теряют время, они обучаются английскому языку. Английский нужно подтянуть, потому что никто на украинском, тем более на русском, обучать наших пилотов не будет в западной технике. Наши пилоты должны будут выучить все эти нормативы, техническую часть, как называется каждая деталь этого самолета, каждый тумблер, выключатель, какой-то включатель, как-то еще называется, с закрытыми глазами называть их. F-16 не самолет-невидимка. Его видно на радарах, но меньше, чем МиГ-29. Он способен развивать скорость до 2500 км в час и подниматься на высоту до 17 км. Может обнаруживать цели на расстоянии до 150 км и следить одновременно за 10 объектами. По словам аналитика, F-16 станут огромной помощью для борьбы с российскими крылатыми ракетами и иранскими шахедами. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.